Продолжение следует... Изучает он очень понятную вещь, очень понятный вопрос. Он делает следующее. Он по известному значению токов, то есть если у вас есть какое-то значение распределения G от XYZ, это значение токов G, он ищет индукцию магнитного поля B. То есть вы нам даете G, а я вам с помощью биосаваропласса нахожу индукцию магнитного поля B. Это прямая задача магнетизма. Есть обратная задача, когда вы по известному B находите G. В принципе, эти задачи у нас решены. У нас есть с вами закон биосаваропласса, который позволяет все эти вещи находить. Например, по токам искать поле B. Ну и наоборот, по полю B искать значение токов G. Однако, в случае, когда у нас есть с вами вещество, то у нас есть некоторые трудности. Трудности эти состоят в том, что у нас внутри вещества есть различные молекулярные токи, которые распределены непонятно как. Они могут быть распределены абсолютно произвольным образом. То есть они, как вот здесь на картинке у нас показано, вот это вот схематично, вот этот прямоугольник, это у нас с вами вещество. И у нас в нем текут какие-то молекулярные токи, там есть магнитные моменты у атомов. В частности, например, известно то, что есть такая вещь как спин, да, это некоторый магнитный момент. И вот в атомах, в молекулах, вот внутри вещества есть самые разные молекулярные токи, разные магнитные моменты, которые нам все на самом деле портят. Правильно? То есть если бы мы поставили себе вопрос, а вот какое значение поля B вот в этой точке, то мы бы на него не смогли бы ответить по одной простой причине. Мы бы не смогли с вами сказать, а какое у нас распределение тока в G. Правильно? То есть если у нас с вами, как у экспериментаторов, вот внешние токи, которые текут по проводам, вот мы взяли с вами ток, да, лучше этого не делать, конечно. И вот у нас этот ток течет как-то, да, там, 20 ампер. Прямо, чтобы все было совсем плохо, да. И мы с вами можем найти значение магнитных полей по биосоварополосу. Мы с вами так расположили контур так, как нам надо, посчитали интеграл, получили поле B. В случае же вещества у нас есть некоторые с этим трудности, они состоят в том, что у нас распределение этих токов неизвестно. И поэтому найти поле B нам не очень понятно как. И здесь приходит на помощь прием, который состоит в том, что мы усредняем эти токи. И здесь необходимо поговорить про обозначение, потому что магнетизм с обозначениями полный бардак. И он состоит вот в чем. Исходно, когда Био и Савар, и Лаплас к ним примкнувшие, и, значит, ампера, они строили вот эту конструкцию магнетизма, то они обозначали магнитное поле как H. Соответственно, давайте договоримся вот о каких обозначениях, как это было исторически. Вот если мы с вами хотим найти поле магнитное на вот этом микроуровне, то есть учесть все наши молекулярные токи, если бы мы себе такую цель поставили, то мы будем означать магнитное поле как H с индексом μ, который будет означать, что это некое микроскопическое поле. Собственно, вот его искать мы на самом деле не будем, потому что эта задача очень неблагодарная, потому что вот это распределение токов нам неизвестно. Поэтому мы должны провести процедуру усреднения, то есть мы должны взять наш закон в дифференциальной форме, он по-прежнему уверен. То есть у нас ротор H микроскопическая равняется 4π разделить на C и на G. И вот токи G мы должны разбить на два типа токов. То есть у нас есть токи свободные, токи проводимости, это вот те токи, которые мы как экспериментаторы, мы можем свободно с ними обращаться. Это вот берем провод, как-то его расположили так, как нам надо, и будем называть такие токи свободными. И добавить к ним мы должны регулярные токи, которые нужно каким-то образом учесть. То есть у нас теперь теремия циркуляции выглядит вот так. Ротор H микроскопическая равняется 4π разделить на C, G свободная, обозначаем его как G out, плюс G связная, обозначаем как G in. Давайте мы проведем процедуру усреднения. Вот у нас G in, нам оно неизвестно. Как оно распределено в пространстве, нам непонятно. Но мы можем усреднить по физически бесконечно малому объему. То есть к такому объему, это такая странная тоже противоречивая вещь, то есть мы такой объем выбираем, он очень маленький, настолько маленький, что еще законно по нему дифференцировать. Но в то же время он такой большой, что в нем содержится довольно большое количество этих молекулярных токов. И мы должны вот заменить вот таким вот средним значением наши молекулярные токи. И усреднения у нас, по сути дела, мы вот прямого интеграла эти не вычисляем, мы вводим переобозначение. Значит, G out я так и буду обозначать как G out. Ну, то есть, скажем, у нас течет 5 ампер, да? Ну, 5 ампер пускай и течет. Это вот то, что в наших руках мы там знаем и среднее значение, и на микроуру не можем как-то этим управлять. Мы как экспериментатор это можем делать. Поэтому так и будем обозначать как было G out, так и останется такое же обозначение. Я думаю, этот путаниц никакой не создаст. Дальше. Вот, собственно, когда путаница начинается. Среднее от H микроскопического мы будем обозначать буквой B. И также будем называть индукцией магнитного поля B. Вот H мы будем называть напряженностью магнитного поля, в данном случае на микроскопическом уровне. А B мы будем называть индукцией магнитного поля. Ну, и, наконец, усредненное значение от молекулярных токов. Можно показать, что это будет равняться C умножить на ротор от некоторого, от некоторых векторов функции M. И, в общем-то, в этом факте ничего страшного нет. Ну, подберем такую вектор функции M и подберем, да? Возьмем от нее ротор, домножим на C и получим G. В это, в принципе, даже можно легко поверить. Проблема здесь вот в чем состоит. Проблема состоит в том, что у M есть понятный физический смысл. Это мы в курсе не обосновываем. Но, опять-таки, здесь некоторые есть математика, есть такая несколько громоздкая. Поэтому вам это на экзамене обосновывать не надо. Но мы можем показать, это действительно так, что вектор M — это вектор на магничности, смысл которого состоит вот в чем. Это как в эритростатике у нас вектор P был суммарно дипольный момент единицы объема, так и здесь вектор M — это вектор на магничности, это суммарный магнитный момент единицы объема. То есть мы должны взять все магнитные моменты, отсуммировать их и разделить на объем. И это будет наш вектор на магничности. Тогда, если я беру нашу теорему циркуляции в дифференциальной форме и усредняю ее, то есть беру вот это соотношение, повесил эти скобочки, которые будут означать у нас усреднение, то я получаю вот такое соотношение, что ротор B равняется 4π разделить на C и умножить на выражение в скобочках. Это ток проводимости, уже усредненный, плюс вместо G связанного мы пишем C на ротор M. Тогда я могу это преобразовать следующим образом. Раскрываем скобочки и все с роторами переносим налево. Получаем, что у нас выражение имеет вот такой вид. Ротор B минус 4π равняется 4π разделить на C и на G out. Ну и чтобы, получается, дальше уже вас окончательно добить и довести ситуацию до полного абсурда, мы, как физики, должны с вами что-то переобозначить. Поэтому берем и B минус 4π обозначаем как H. Ну, чтобы вот так вот было, да? B минус 4π равняется H. Откуда мы получаем, что B это H плюс 4π. И просьба это все дело не путать. Вот эту всю конструкцию с обозначениями нужно как-то себе в голове удержать. Да, вот вектор B, получается, у нас это некоторый основной вектор. Это наша силовая характеристика. Правильно? Мы с вами взяли на микроскопическом уровне поле, который почему-то обозначали H. Усреднили и получили силовую характеристику. То есть, если нас будет интересовать сила, которая действует на тот или иной движущейся заряд, то мы должны брать поле B. Мы должны взять индукцию B, и по ней мы будем вычислять силу. Да? Собственно, для полей самое главное это вычисление сил с помощью этих полей. Ради этого мы их выводим в каком-то смысле. Поле H называется напряженностью магнитного поля. И она нам нужна будет для того, чтобы как-то в расчетах нам она помогала. Это некоторая расчетная характеристика. M это вектор на магничность, и суммарный магнитный момент единицы объема. Вот это важно понимать, если вам такие вопросы задают. На эти вопросы нужно обязательно уметь отвечать и ориентироваться на них, потому что это вот некие основы. Уметь отвечать эти три вектора друг от друга и понимать, какой у них физический смысл. Далее двигаемся. Значит, пусть у нас есть вектор на магничность M. Для многих веществ можно получить следующее соотношение. Не для всех, но для многих верно такое соотношение, что M равняется некоторая величина х умножить на h. Этот коэффициент х называется магнитной восприимчивостью. И если у нас вот эта прямая пропорциональность между вектором на магничности M и вектором напряженности магнитного поля H выполняется, мы можем переписать соотношение для индукции B. Вот это соотношение мы переписываем вот так. B равняется 1 плюс 4 эпихи в скобочках умножить на напряженность поля H. И как всегда в физике мы, конечно же, теперь с вами переобозначаем. Правильно? 1 плюс 4 эпихи мы обозначаем новой буквой μ. И это μ мы будем называть магнитной проницаемостью. И получаем, что B равняется μ на h. После этого давайте перейдем к последнему участию нашего вопроса. А необходимо нам поговорить про связь между вектором на магничности и молекулярными токами. Как всегда у нас с вами в электромагантизме у нас законы ходят парами. У нас есть законы в дифференциальной форме, есть законы в интегральной форме. С предыдущего слайда я вот взял три выражения, что у нас ротор H равняется 4π разделить на c на g внешнее, правильно? После усреднения у нас получается именно так. Ротор B равняется 4π разделить на c на суммарную плотность тока. И c на ротор M равняются усредненному молекулярному току g. По теремистоксам мы можем показать переход от этих дифференциальных форм к интегральным. То есть есть равносильная интегральная форма, которая выглядит вот так для каждого из этих законов в дифференциальной форме. Но нас волнует вот эта вот последняя. Нас интересует вот эта интегральная формулировка, что циркуляция вектора M по любому замкнутому контуру равняется 1 на c умножить на скалярное произведение. Молекулярный ток умножить на площадочку ds, направление, которое определяется так, как было в одном из предыдущих вопросов про теремию циркуляции. И вот с этим последним законом мы будем с вами работать. Давайте рассмотрим некоторый пример. Ну как это? Возьмем некоторый произвольный частный случай, а потом его обобщим. Значит, что у нас с вами получается? Пусть у нас с вами вот есть некоторый объект. Это некоторый цилиндр, магнитик какой-то. И в нем есть некоторые молекулярные токи. Для простоты будем считать, что эти молекулярные токи распределены однородно и смотрят в одну сторону. То есть их магнитные моменты направлены в одну сторону. То есть вид сверху на него будет выглядеть вот так. Это некоторая окружность. И вот здесь у нас вот эти молекулярные токи, они текут согласованно. В магнитике все именно так и происходит. В результате получается, что внутри магнитика, давайте вот здесь посмотрим От одного тока у нас вклад дает в одну сторону магнитный момент От другого дает вклад в другую сторону И получается, что в сумме у нас ток течет по поверхности, а внутри никакого тока нет То есть у нас получается ситуация вот такая У нас по поверхности нашего цилиндра текут токи, а внутри нашего цилиндра никаких токов нет Тогда в этом случае я понимаю, как у меня распределены токи Ж Все токи, у меня нет никаких токов проводимости, видите, нет никаких ЖАУТ Но есть только токи молекулярные. В принципе, я могу найти поле В. И сделать это очень легко. Мы сами должны применить все те же самые рассуждения, которые у нас были для соленоида, для этой ситуации. Но это вопрос уже несколько другого билета. Нас здесь просят найти связь между вектором магниченности и молекулярными токами. Я знаю распределение молекулярных токов. То есть я могу сообразить, как мне нужно выделить контур. Вот этот вот. М на ДЛ. Как мне выделить контур. Я понимаю, что вектор на магниченности здесь внутри цилиндра направлен наверх. Поэтому вне цилиндра этого у меня вектор на магниченности равняется нулю. У меня там нет молекулярных токов, нет вектора на магниченности. Все очень просто. И тогда, выделив такой контур, я получаю, что вклад в циркуляцию вектора М непосредственно в вычислении интеграла. Вот здесь у меня будет некоторый вклад. Здесь будет ноль, потому что в той части, которая была внутри цилиндра, вектор М перпендикулярен ДЛ. Вне цилиндра у меня вклад в циркуляцию также нулевой. Там нет у меня никакого вектора на магниченности. И здесь также у меня вклад в циркуляцию ноль. Тогда я получаю, что левая часть неизвестна Это будет m умножить на l А правая часть, мне нужно посчитать вот эти вот токи, да, учесть, которые у меня протыкают в мой контур Тогда я получаю, что m умножить на l, это левая часть Равняется суммарному молекулярному току Вот он здесь вот у меня протыкает, вот в этих точечках, да, вот он протыкает Разделить на c, это правая часть вот этого уравнения Что мы тогда получаем с вами? Мы можем это переписать следующим образом Разделим на l, да, на длину нашего контура И получим, что намагниченность равняется линейной плотности молекулярного тока Мы обозначим ее как и маленькая Почему-то часто на экзамене спрашивают, что у тебя и маленькая Говорят, ток Нет, это не ток, это линейная плотность тока молекулярного разделить на c Или вот соотношение, да, для молекулярного тока Что и молекулярно это весь молекулярный ток Там в каких-то там амперах разделить на l, на длину Собственно, вот это и есть ответ на вопрос, посвященный магнитному полювеществе И связи между вектором магниченности и молекулярными токами Продолжение следует...